Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск программы Буганфорум в студии Виктория Сащенко. Как всегда в субботу мы напомним о самых главных моментах недели ушедшей, расскажем и о новых событиях, не менее важных и интересных. Сегодня в выпуске. Забота государства о людях не на словах, а на деле. Глава региона Анатолий Лис провел прием по личным вопросам в городе Жабенко и встретился с трудовым коллективом градообразующего предприятия района Жабенковского сахарного завода. Мирные дети получили первый документ в своей жизни. Сотрудники Брестского ЗАГСа и представители Белорусского фонда мира провели совместную акцию «Дитя мира». Родившимся 21 сентября малышам были вручены свидетельства о рождении. «Я беспечный парень, ничего не надо, только обслушать песни, сердцем подпевать». В Бресте прошли торжества, приуроченные к 120-летию великого русского поэта Сергея Есенина. Обо всех этих событиях и не только о них мы расскажем вам прямо сейчас. В центре внимания люди. Их проблемы, волнующие вопросы, условия проживания и медицинское обслуживание, занятость и заработная плата. Все эти моменты и не только эти рассматривает руководитель региона Анатолий Лис в рамках личных приемов и встреч с трудовыми коллективами. Живое общение во многом помогает понять и прочувствовать то, с чем обращаются люди. На текущей неделе Анатолий Лис провел прием по личным вопросам в городе Жабенко, а также встретился с коллективом Жабенковского сахарного завода. Подробности рабочей поездки в первом материале выпуска. От всех жителей деревни Соколова я хочу выразить искреннюю благодарность за оказание помощи. Нам подключили газ и были выделены финансовые средства. Поэтому мы очень благодарны в такой оказании помощи. Потому что с приходом голового топлива в деревне Соколова изменилась наша жизнь. В таких конкретных делах власти проявляется забота государства о людях, подчеркнула в разговоре с руководителем области Натальей Абибок. Но чтобы в деревню приезжали молодые семьи, чтобы жизнь забурлила, нужна еще дорога асфальтированная. Нужна, конечно, подчеркивал руководитель области Анатолий Лис на протяжении встречи и просьбы, с которыми обращаются жители Жабенковского района, не надуманные, а обоснованные. Водоотведение, плохое качество воды, требующие строительства новой артезианской скважины, строительство дорог, газификация – это все дела житейские. Но решать их нужно в порядке приоритетности, привлекая к решению и людей, имеется в виду долевое участие. Мы же не можем и обещать просто людям, что мы все сделаем. Маленькая деревня, где даже пускай там живет 100 человек, вроде бы это и не мало 100 человек, но проложить туда полностью и газ, и асфальт, и так далее, нет возможности такой. Но в микрорайон, где вот мы смотрели, рассматривали, будет 200 индивидуальных жилых домов, то там же, это же не 200 человек будет жить, это минимум в каждой семье по 3 человека, раз они индивидуально смогли построить, то и больше, то это же, смотрите, это там, в этом микрорайоне будет жить около 1000 человек. То естественно, что, конечно, для 1000 человек сегодня надо делать, надо думать, и канализацию, и другие создавать условия с участием, также населения и денежных средств этих людей. Поэтому это надо в первую очередь делать. Ну а то, что касается, вот как люди задавали, уже независимо от того, много или мало, но если обеспечить водой население, то тут уже разницы нету сколько, потому что мы обязаны, значит, выполнять нормы потребительские, те, которые, значит, должны быть, что человек должен получить качественную воду. Вопросов проблемных на приеме было немного. Следует отметить, что количество обращений граждан по итогам первого полугодия 2015 года сократилось. Доминируют вопросы, связанные с коммунальным хозяйством, газификацией, строительством сети и канализацией. Некоторые болевые моменты, например, водоотведения, решатся после утверждения генерального плана города-спутника. И, по словам председателя райисполкома Федора Колончука, это произойдет уже до конца 2015 года. В целом губернатор региона отметил, что есть некая специфичность в вопросах жабенковских жителей, некое отличие. Отличие одно. Жабенка находится рядом с городом Брестом. Поэтому и люди, проживающие в Жабенке, они ближе к городским. И их запросы, вы слышали даже, и по вопросам, которые они задавали, они ближе к городским жителям. То есть, ну, наверное, это и правильно, так как Жабенка является спутником уже на сегодняшний день и будет развиваться, как спутник города Бреста. Поэтому это понятно, и нам надо действительно создавать условия, чтобы в городе-спутнике они были не хуже, чем в областном центре. Тогда смысл этого города-спутника, он будет соответствовать его названию. В этот же день Анатолий Лис встретился с трудовым коллективом Жабенковского сахарного завода. Руководитель области рассказал о социально-экономическом развитии региона в целом, особо подчеркивая то, что касается жителей города-спутника. Есть трудности, это всем понятно, но они решаемы и решаются. Поднимется уровень жизни, когда вся экономика заработает по-новому. По-новому нужно мыслить всем и руководителям, и рабочим. Таковым грамотным подходом к управлению предприятием отличается директор сахарного завода Виктор Миронов. Предприятие в последние годы проводит весьма грамотную экспортную политику. На данный момент география поставок сахара существенно расширена. Это большинство стран постсоветского пространства, а также Монголия, Польша, Афганистан и Греция, Израиль и Хорватия. Удельный вес экспорта в общем объеме производства за 8 месяцев 2015 года составил более 50%. В складских помещениях продукция не залеживается. На предприятие проведена и проводится модернизация. Если несколько лет назад люди спрашивали, зачем она, то сегодня работать по-новому – норма. Вы зайдите сегодня в завод и спросите. Многие есть специалистов и работников, которые здесь работают и 15, 20 лет и больше. И предложите им работать на оборудовании, которое было 20 лет назад. Что они вам ответят? Они, конечно, откажутся. Потому что сегодня оборудование, которое стоит на предприятии, оно позволяет людям повысить свою отдачу. Да им просто интереснее работать. В 2013 году на предприятии реализован проект, включенный в программу действий по развитию промышленности Брещина на 2012-2015 годы по строительству и вводу в действие фабрики фасованного сахара. Уже введена в эксплуатацию линия фасовки производительностью 100 тонн в сутки. Сейчас мы находимся в такой интенсивной стадии, особенно в этом году. Пущено целый объект, серьезный объект, тракт подачи, мощное отделение. Газовая печь, известково-обжигательная газовая печь – это серьезные объекты, которые мы в этом году закончили монтаж и пустили в эксплуатацию. У нас планы очень большие, и она расписана на много лет вперед уже, скажем, потому что, ну не на много, а на несколько лет вперед. Потому что сама технология производства сахара поставляет собой цепочку. И для того, чтобы достичь определенной мощности предприятия, надо пройти по всей цепочке. И если где-то позволяет, значит, можно не трогать ничего. А если надо, расширять мощности. У Виктора Миронова планов и замыслов еще много. Пока о них он не говорит, но есть три основополагающих звена, которые принесут успех предприятию. В первую очередь, это должна быть сырьевая база. Потому что какое замечательное предприятие не было, если нет сырья, оно ничего не стоит. Поэтому мы всегда желаем успехов нашим партнерам, это сельскому хозяйству. Второе, я считаю, что это, конечно, должно быть хорошо оснащенное предприятие, современное предприятие, чтобы оно могло эффективно переработать то сырье, которое ему поставят. Ну и третье, наверное, чтобы на рынках была цена достойная. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Накануне председатель Брестского областного исполнительного комитета Анатолий Лис встретился с жителями города Высокое. В этот раз на Каменечину он приехал в качестве доверенного лица кандидатов в президенты Александра Лукашенко. На мероприятии, состоявшемся на базе Высоковской средней школы, побывала и наша съемочная группа. Тему продолжит Анастасия Остробко. Своё выступление Анатолий Лис посвятил предвыборной программе Александра Лукашенко, а также социально-экономической ситуации в области, стране и мире. Отдельно была поднята тема перспективного развития Высокого. За последние годы в городе сделано немало. Благоустроен сквер, реконструировано несколько социальных объектов, произведён капитальный ремонт жилых домов. В настоящее время модернизируется канализационная система, но фронт работ ещё не закрыт. Внимание к себе требует, к примеру, поликлиника. Однако сделать всё одномоментно не получится. Экономическая ситуация сегодня не позволяет проводить модернизацию масштабно. Нового строительства на следующий год не планируют. Новых объектов строительства нам бы завершили то, что начали. И, как Вы говорите, поддерживать в хорошем состоянии то, что есть. Вот основная задача. Поэтому средства будут какие-то выделены. На всё сразу их не хватит, это я точно понимаю. Но в целом более-менее пропорционально будем делить те средства, которые есть у нас, в том числе на поддержание нормальных условий для функционирования, как Вы говорите, поликлиники. Вообще, на поликлинике, вот это моя точка зрения, что больше надо уделять внимание к культурному обследованию нашей карты. Традиционно в рамках подобных мероприятий участники могут задать волнующие вопросы. Жители Высокого много спрашивали о перспективах развития родного города, но не обошли стороной темы, затрагивающей практически каждого белоруса. Их интересовало реально сохранение социальной поддержки многодетных семей, методы повышения эффективности работы госслужащих, а также способы борьбы с монополизмом. Прозвучал вопрос и о том, за счёт чего могут быть увеличены золотовалютные резервы страны. Чем больше мы будем продавать товаров за пределы нашей страны, любых товаров, значит, тем больше будет поступать в валюту страну, тем выше будут золотовалютные резервы. Второе, чем меньше мы с Вами, население, будем вывозить валюты за пределы страны, тем также будем сохранять золотовалютные резервы. Поэтому, что для этого надо? Для этого надо производить качественные товары, чтобы мы не ездили с Вами в Польшу покупать, значит, а чтобы мы могли произвести у себя дешёвые и качественные. То, что касается продуктов питания, мы себя обеспечили. Наше население за пределы республики, за теми товарами, которые производятся у нас в стране, практически не выезжают. Мы их обеспечиваем сами себя на 85%. То, что касается других товаров, да, к сожалению, значит, есть проблемы. К сожалению, некоторые показатели развития области сегодня далеки от запланированных, но это не повод опускать руки. К примеру, в 2015 году Брещена нашла 13 новых рынков сбыта, в их числе далёкие географически, но, как оказалось, ценящие продукцию с маркой, сделанной в Беларуси, Лаос, Мальта и Кот и Вуар. Ведётся активная работа и в сельском хозяйстве. Несмотря на погодные капризы, урожай собрали неплохой. Более 1 миллиона 400 тысяч тонн зерна. Обвал национальных валют сразу нескольких крупных партнёров в Беларуси. Мировые финансовые тенденции спада всё это не могло. Не сказаться на социальной, экономической жизни страны в целом и Брестского региона в частности. Однако и в этих объективно сложных условиях нужно жить, а потому важно работать на результаты и перспективу. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Беларусь в ожидании президентских выборов. Уже завтра, 11 октября, жители Синёкой определят курс своего развития на ближайшую пятилетку, отдав голос за одного из кандидатов на пост главы государства. Напомним, их к финалу избирательной гонки дошло четыре. Сергей Гайдукевич, Александр Лукашенко, Татьяна Короткевич и Николай Улахович. Дата проведения выборов – 11 октября. Однако, процедура досрочного голосования заработала уже во вторник. Наш корреспондент Анастасия Назрин-Плотницкая побывала на избирательных участках в преддверии одного из важнейших внутриполитических событий страны и узнала, насколько активно пользуются Брещане своей возможностью. Более шести тысяч участков начали работать уже во вторник. Порядка пятидесяти из них открыли за рубежом. Около семи миллионов бюллетеней с фамилиями четырех кандидатов и традиционной графой «против» всех разошлись по избирательным округам и комиссиям. Работа закипела. Причем закипела в буквальном смысле этого слова. Желающих отдать свой голос досрочно оказалось немало. В персональном нашем участке явка достаточно высокая, на мой взгляд. То есть свыше 30% на сегодняшний момент из списочного состава избирателей уже проголосовала. Порядка 28% зарегистрированных избирателей в Брестской области решили отдать свой голос досрочно. К слову, этот показатель, согласно данным на 9 октября, был близок к уровню республиканскому. Возможность каждого гражданина Республики Беларусь определить удобный день для того, чтобы отдать голос за своего кандидата на пост главы государства и тем самым выразить свою гражданскую позицию, делает саму процедуру выборов более открытой и доступной. Тем самым распространенная мировая практика подтверждает свою эффективность. Что касается района, наш большой. Здесь более 80 улиц с плотностью разной от 10 домов до 80 домов на каждой улице. Количество избирателей более 2,5 тысяч. По результатам вчерашнего дня у нас уже более 400 избирателей высказало свою волю и сделало свой выбор. Несмотря на немалое количество избирателей, изъявивших желание проголосовать досрочно, большинство все же придерживаясь традиции, откладывает свой поход на главный избирательный день. Финальный этап президентской гонки пройдет 11 октября. Отдать свой голос граждане Республики Беларусь смогут, начиная с 8 часов утра. Мы только рады будем, если больше людей будет 11 числа на избирательных участках. И все делаем для этого, чтобы действительно был для людей праздник. Я обращал внимание председателей гора и сполкома на то, чтобы это был действительно для людей праздник, как и раньше. Люди наши привыкли, особенно в сельской местности. Значит, это и торговля, это и культура, и другие мероприятия, чтобы человек прошел, проголосовал, отдохнул. Так обычно в день выборов всегда приходил, старался первым прийти, посмотреть обстановку. Анастасия Насдрин, Плотницкая, Дмитрий Хрущ, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Продолжаем выпуск. Дитя мира. Под таким многозначительным названием в городе Надбугом в восьмой раз прошла акция, приуроченная к Международному дню мира. К празднику, который уже более десятка лет отмечает общественность 21 сентября, представители Брестского областного отделения Белорусского фонда мира подготовили немало приятных подарков для новоиспеченных родителей. На этой неделе в городском ЗАГСе Брещанам, в семьях которых произошло важное событие, появление ребенка как раз в символичную дату, в торжественной обстановке были вручены свидетельства о рождении, а также подарки. Подробности в материале Софии Бережной. Чудо в этой семье произошло как раз в Международный день мира. По мнению родителей девочки, это знак свыше. Недолго думая, Брещане, воспитывающие двух сыновей, трехлетнего Федора и 18-летнего Константина, дали первой дочери красивое имя Мария. Третий ребенок в семье был долгожданным для родителей. Для старших братьев рождение сестренки стало настоящим подарком. В полном составе Мироновы приехали в городской ЗАГС. Вручение важного документа, свидетельство о рождении, повод важный и немного волнительный. Тоже тут не угадаешь число, что в этот день ты можешь родить. Как бы все свыше дано. Первых дней хотелось сыновей. Как бы вот дочек даже нет. Но тут уже и дочкой захотелось. В символичный день в области на свет появилось 44 ребенка. В Бресте счастливыми родителями стали 15 семейных пар. Предвкушая счастливый момент в жизни, так же как и Евгений и Светлана Мироновы, все они собрались в главном зале Дома гражданских обрядов. Теплыми словами и пожеланиями благополучия в семьях их наградили представители Белорусского фонда мира, а также администрации ЗАГСа. Кульминационным моментом праздничной встречи, конечно же, стало вручение первого документа, свидетельство о рождении. Молодые мамы в этот день получили подарки в виде финансовой помощи. Мы вручаем деткам сертификаты, мамам небольшую материальную помощь. Каждой маме по 500 тысяч дает наша организация. Новоиспеченные родители в этот день получили поздравления и ценные наказы от священнослужителей города. В подарок семьям были переданы иконы. Мероприятие стало настоящим праздником для присутствующих. Молодые мамы и папы не скрывали переполняющих их эмоций. Держа на руках свое крохотное чадо, счастливые родители в буквальном смысле излучали свет. Осознавая прелесть материнства в Брещанке, ставшие мамами меньше месяца назад, дают советы молодым женщинам. Не затягивать с этим делом, чтобы у всех было полноценное и счастливое. Главное, чтобы детки были все здоровы. Это самое главное. За 8 лет проведения акции «Дитя мира» в Брестской области на свет появилось 362 ребенка. Самым мирным и мировым жителям Брещины ежегодно оказывается помощь Брестским областным отделениям Белорусского Республиканского Общественного Объединения. В этом году Международный день мира проходит под лозунгом «Партнерство ради мира. Благосостояние для всех». Ну, вы поймите, что сам этот лозунг имеет, конечно, огромный смысл. Потому что все, что мы делаем между народами, партнерство, все оно должно служить делу мира. Ни экономических санкций, ничего в партнерстве не должно быть нормальным, потому что от этого зависит благосостояние народа. София Бережная, Дмитрий Хрущ, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. Вы смотрите новости на канале БУК-ТВ. Продолжаем разговор о важном, актуальном, интересном. Мне досталась одна забава – пальцы в рот да веселый свист. Клен ты мой опавший клен, что стоишь, нагнувшись под метелью белой. Не жалею, не зову, не плачу. Эти строки живы уже больше ста лет благодаря классику мировой литературы поэту Сергею Есенину. Не сменяющиеся в веке истории ни время не смогли заглушить в его словах трепетность и чувственность к родному краю, искренность и преданность своей земле. Несмотря на столь короткую жизнь, а прожил Сергей Есенин всего 30 лет, он оставил своим потомкам большое литературное наследие, в котором каждый может найти что-то для души. На минувшей неделе в Бресте состоялся памятный вечер, посвященный творчеству литератора. Стихи, песни и, конечно же, романцы звучали в этот день в первой городской гимназии. Анастасия Ноздрин-Плотницкая расскажет подробнее. Я беспечный парень, ничего не надо, только б слушать песни и сердцем подпевать. Именно так говорил о себе в стихах молодой Есенин, в котором, несмотря на внешнюю поверхностность, крылись глубокая философская душа и искренняя преданность выбранному делу. Крестьянский парень, прошедший большой образовательный путь от обычного земского училища до Московского государственного народного университета имени Шанявского, всегда хотел нести слово в массы. Именно этим он и стал знаменит. Именно за это он получил международное призвание и живет сегодня в сердцах миллионов в рифмованных строках. Несказанная, синяя, нежная, тих мой край после бурь, после грозь, и душа моя поля безбрежная, дышит запахом мед и розь. Несколько десятков ценителей творчества Сергея Есенина собрала в этот раз первая Брестская гимназия. Здесь состоялся памятный вечер, посвященный знаковой дате – 120-летию со дня рождения гения. Организаторы мероприятия в лице представителей Республиканского общественного объединения «Русское общество» постарались, чтобы в этот день здесь прозвучал разный Есенин. Эмоциональный и умиротворенный, радостный и грустный, легкомысленный и мудренный. «Весела твоя радость короткая, с громкой песней весной на луну». Есенин – это взаимоотношения людей. Есенин – это огромное море доброты. И это колебание человека, когда человек ищет свой путь. Это человек, который умел, к сожалению, падать, но умел и подниматься. Это умение размышлять над тем, что ты делаешь в жизни. Есть несколько имен в русской литературе, в русском искусстве, знаковые для любого русского. И, наверное, не только для любого русского, но и вообще для человека культуры славянской. Это, конечно, Пушкин, это Толстой. Ну и среди них, как бы, особняком выделяется Сергей Есенин. Это, как бы, душа русская. Школьники, учащиеся молодежь, студенты, люди постарше. Всех их, тех, кто решил провести вечер в уютной компании единомышленников, объединяет любовь. Любовь к русскому слову, любовь к творчеству Есенина и его стороне березового сица, которая воспевается во всех его рифмованных строках. В прошлое отошла эпоха Есенина, но не его поэзия, которая продолжает жить, пробуждая чувство любви к родимому краю, ко всему такому близкому и такому разному, как и сам автор. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. К другим темам. Копилка спортивных побед нашей страны на днях пополнилась новыми наградами. Уроженец Брещины, заслуженный мастер спорта Белоруссии Виктор Браченя, привез в международных соревнованиях по армрестлингу две серебряные и две золотые медали. Неоднократный чемпион Европы и мира берестеец Виктор Браченя не раз восходил на пьедестал как среди спортсменов-инвалидов, так и среди здоровых рукоборцев. С секретом своих побед, планами на будущее, он поделился с Брещанами на пресс-конференции, прошедшей в Управлении спорта и туризма Брестского облсполкома. Подробности в материале София Бережной. Еще свежи в памяти впечатления от плодотворной поездки и послевкусия ярких побед. Вернувшись на родину всего пару дней назад, Виктор Браченя без следа усталости уже вовсю общается с Брещанами, делится радостным событием в жизни, живо отвечает на вопросы. Два серебря на всемирных играх в Сочи, две золотые награды на чемпионате мира по армрестлингу в Малайзии, показательный результат упорных тренировок спортсмена. За 15 лет спортивной деятельности Виктор Браченя неоднократно завоевывал первые места на международных состязаниях, уверен, держался в тройке лидеров в своем виде в разные годы. Главной мечтой берестейца до недавнего времени было звание 10-кратного чемпиона мира. Прошедший чемпионат позволил Виктору Брачене доказать, что он достоин почетного титула. Конечно, моя мечта сбылась, у меня была такая цель поставлена много лет назад, чтобы стать 10-кратным чемпионом мира. Вот 10-кратным чемпионом мира я стал, но на сегодня стоит задача уже 20-кратная, поэтому придется еще немножко, конечно, поднапрячься и взять силу воли в руки и тренироваться дальше. Судя по боевому настрою, присущему истинным чемпионом Виктору Браченя, покорится и эта вершина. Спорт-уроженец Брещена пришел в юном возрасте. Хорошим примером был отец-спортсмен. Первые уроки мастерства по армрестлингу преподал старший брат. Сегодня главной мотивацией и стимулом к лидерству для Виктора Браченя является его семья. Свои победы армрестлер посвящает супруге и маленькой дочери. Чтобы оказаться на пьедестале, уверен мастер спорта, нужно ни много ни мало, четкая цель и стремление идти только вперед. Ребятам желал стать завтра лучше, чем они были сегодня и вчера, поэтому надо саморазвиваться. То есть никогда не останавливаться на достижении. То есть я не могу сказать, что я сегодня стал чемпионом мира и что я доволен своей формой. То есть были моменты, да, то есть я выигрывал тяжело. Надо выигрывать легко, буду выигрывать легко, скажу, что нужно держать этот уровень, чтобы дальше не проигрывать. Поэтому все тут взаимосвязано. Виктор Браченя сегодня самый титулованный армрестлер в Беларуси. Поддержку мастеру спорта в поездках к ним международные состязания оказывает представительство Национального олимпийского комитета Беларуси в Брестской области. Спортсменам мы помогаем. В основном традиционно обращаются за помощью спортсмены, организации по тем видам спорта, где мы готовимся к олимпийским играм. Поэтому впервые такое обращение и, можно так сказать, были какие-то сомнения, неуверенность. Но просто действительно этот спортсмен настолько психологически умеет убеждать любого руководителя. Плюс, наверное, его подготовка, его прошлый опыт и все это в совокупности, его уверенность в себе. Ну, он меня убедил. Виктор Браченя сегодня занимается тренерской деятельностью, активно участвует в олимпийском движении, продвигает культуру спорта среди молодежи. Он является достойным примером сильного человека и профессионального спортсмена. Багаж достижений земляка, его непреодолимая воля к победе сегодня вдохновили многих молодых людей. София Бережна, Евгений Просналь, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Вы смотрели итоговую программу «Бугинформ». И это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале БугТВ работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67, делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу «Бугинформ» в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные и актуальные темы, просмотры заинтересовавших вас сюжетов – все это вы найдете на сайте нашей телекомпании booktv.by. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Виктория Саченко, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней, с добрыми новостями и до встречи в эфире. 11 октября сохранится влияние области повышенного атмосферного давления и холодных арктических воздушных масс. В Брестской области будет преимущественно без осадков. Ночью на большей части территории заморозки до 3 градусов со знаком минус в ночные часы, максимальная температура воздуха днем – 6 градусов. 12 октября погоду будет формировать антициклон, центр которого сместится с юга Швеции на Латвию. Без осадков 1-3 градуса со знаком плюс ночью до 6 градусов прогреться воздух днем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова